Ребятушки, привет! С вами Дядюшка Розе. И это канал Дядюшки Розе. Извините, если будет слышно хейтерам за окном, я им ничего просто не могу сделать. Они лают бесконечно просто. Я не знаю, что там происходит, но они не закрываются. Я поделю это видео на две части. В первой части я расскажу про то, как Дядюшку Розе хотят убить в реале. И вторая часть будет про паки. Как? Какие паки выбрать? На что обращать внимание? Первое. Короче, меня хотят убить в реале расправой. За то, что я нагрубил одному ПК-персонажу в общем чате Lineage 2 Mobile. Человек рассказывает, что он сидит сейчас на зоне. Из-за того, что я ему нагрубил, он меня вычислит по IP и воткнет головой в землю. Но это его слова. Мне очень страшно, конечно, но больше всего я боюсь исконно русских шахедов и ракет. Тут такое. Получается, что человек сейчас сидит в отдаленных местах. Играет Lineage 2 Mobile? Я думаю, что этот человек врет, конечно, но... Предполагаю, что он сидевший просто. Потому что он такую баланду тут рассказывает. Что я хочу сказать? Ребят, будьте вежливыми. И не повторяйте дядюшке Розе ошибки. А то к вам приедет какой-то зэк и воткнет вас головой в пол. Так, на этом закончим. Переходим дальше. Поговорим про паки. Давайте. Какие паки бывают? Паки в основном одинаковые. Что в них полезного? Это карты, которые закрывают коллекции. Также вам может выпасть карта на ваш класс выше ранга. Плюс разные расходки. Там ордена славы, кристаллы, улучшенный кристалл. Без которой нереально играть в эту игру. Плюс способия. Чем качать мастерство. Энергии, знаки поручения. Ну, расходочка. Но в целом тут бывают вот такие вот сундучки. Вот на что обращайте внимание всегда. Сундучки с талисманами. Которые дают там какой-то баф. Это как было Сайха в прошлый раз. В прошлых паках. Которая давала опыт. И также за эти сундучки. Или, ну, смотря какой будет итем. Можно крафтить различные предметы. Вот, к примеру, сейчас с героическим оружием. Но это не очень вкусно. Потому что оно стоит копейки. Элизиум кровавый не булит. Но это не стоит того. Это не стоит того. Обращайте внимание, чтобы были акции. Это, ну, я не скажу, когда будет такая акция. Вот, как была вот с холестом акция. Именно на скиллы. Потому что, если вы скрафтите один скилл. А крафт скилла, к примеру, это аден 1. Вот 240. И аден 2. 276. То бишь, если вы скупаете все паки. У вас есть 5 попы. Тогда примерно там скрафтить этот скилл. Плюс вам дают вот такие камушки за неудачу. То бишь, а эти камушки там в районе 600 алмазов стоили. Если я не ошибаюсь. Ну, если цена не задемпилась. Я думаю, не задемпилась. Обращайте внимание, чтобы крафтили скиллы. Если вы скрафтите хоть один скилл. Ну, вы можете изучить на свой класс, если у вас нет такого скилла. Но можете его продать. И этот скилл обкупит вам все паки. Также обращайте внимание, в паках бывают постоянные коллекции. Периодически вот такие постоянные коллекции. То есть смысл покупать такие паки. Потому что 2 урона, 2 точности. Там 2 защиты до пронкрит атаки. 3% крита. Если посмотреть какую-то колу. Уже жирненькую колу. Необычную. Да даже обычную, если посмотреть. То это очень дорогие колы. Если предметами закрывать, то как бы тоже очень вкусненько. Обращайте на вот такие знаки. Говорю об этом. То, что есть постоянные коллекции. Когда вы сами можете зайти посмотреть. Вот тут всегда внизу будет и темп. Нажать на него. И там создать. Или добавить коллекцию. Его можно. Нужно мониторить. Покупать. Это просто профит. Я не знаю сколько процентов сказать. Также бывают паки пятничные. Там. Они там стоят в районе 2000 алмазов. Но в этих паках. Донатная бежа иногда бывает. Но это на что я обращаю внимание. Просто переточить донатную бежу. Хотя бы даже всю там на плюс 5. Я 2 пака покупал. У меня там на плюс 3. На плюс 2 было. И я переточил. Вот 5, 4, 5, 6. Ну. Рубашка вообще плохо точится. Вот паки с донатной бежой. Именно. Не просто покупать донатную бежу. Как вот тут. Вот это очень дорого. Это. Это неимоверно дорого. А именно ждать паки пятничные. Мониторить. Вы просто мониторите пятничные паки. Блин. Я даже не скажу. Напишите кто-то в комментариях. Во сколько они появляются. Вроде после 10. Наверное. Я просто не покупаю паки. Я не скажу вам. Ну. Задали такой вопрос. Я должен ответить. Паки надо покупать с профитом. Если у меня бежа более менее переточена. Ну так сказать. Для фри игрока это ну очень хорошо. То мне эти паки не нужны. Если вы только начинаете. Без паков. Ну. Нет смысла играть. Там кто-то рассказывал про твинофермы. Которые у него там стоят твинофермы. Видно. Человек давно играет. Но он пустослов. Я так понял. Потому что. Он сказал там. Ты тратишь 20 минут в день. Чтобы выставить там на аук. И у тебя 20к в месяц. Там прибыли. Там 15-20к. Так. Без базара. Конечно. Можно. Можно. Даже нужно. Даже если взять вот такие чары. Как дядюшка Розе. И сделать на 4х кластерах. Эти 4 чара. В месяц. Будут приносить 50к. Но за этими чарами нужно следить. Чтобы они стояли на более менее спотах. Так как в игре присутствует пвп. То не получится. Что вы поставили там. И ушли. Вас сольют. И все. Ну есть конечно запрещенная пвп. Которым люди пользуются. Но за это банят. Но. Не знаю. Я не пользовался. И не буду. Я преследую. Совсем другие. Цели в игре. Это. Получать какое-то эстетическое удовольствие. От игры. Мне нравится играть в игры. Я преследую эту цель. А ребята. Которые приходят заработать на ней. Возьмем персонажа. Мазая. Кому ему тогда пкшить. Если не будет твиноферм. Это естественный ход. Жизни. Линейдж 2 мобайл. Как бы. Я против твинофермеров. Ничего не имею. На меня наехали в прошлом видео. Что я что-то не так сказал. Не знаю. Что я там. Я вроде рассказал. Как вижу. То бишь. Хочешь играть. Донать. Ну или там. Делает твинофермы. Да. Ну чтобы сделать твинофермы. Тебе там надо закинуть определенную сумму денег. Тебе надо еще выучить. Рынок. Споты. Вступить в какой-то клан. Который будет под сейвом. Чтоб его не лили. Ну хотя бы 15 окон. Да. И на разных серверах. Чтоб эти окна были. Это уже не игра. Это работа. Это просто работа. Которая не приносит. Никакого удовольствия. А я хочу получать от игры удовольствие. И я из этого и стримлю. Потому что. Я пытаюсь совмещать стриминг и игру. Ну конечно. Что людям нравится. Но людям нравится больше всего. Это денюжки. К сожалению. Ну а как без этого. Сейчас сложное время. Так. Ладно. С тобой был твой друг Розе. Задавай вопросы. Надеюсь я объяснил по пакам. Как мог. Я теперь буду освещать тебя. Вот. Если там пятницу выйдут какие-то вкусные паки. Я буду видосик записывать. И рассказывать об этих паках. Там следи за обновлениями. Что дядюшка Розе выпускает. То что я там говорю о паках. О ежедневной помощи. Мысли об игре. И я смотрю реально на вещи. Потому что. Я не буду вас. Водить в иллюзии. Что мы будем жить вечно. Наслаждаться этой жизнью. Бесконечно. То ребят. Не обижайтесь на меня. Не нравится. Лесом проходите просто мимо канала. Просто проходите мимо канала. Все. Всем до новых встреч. Часто извинялся. Ну раз. До некоторых людей все-таки. К сожалению. Не доходит. Моя мысль. Мой голос. Мое слово. Тогда идите. Ребята. Идите просто. Свистните. И. Дрочите в стену. Реально. Редактор субтитров. Редактор субтитров.